Добрый день, друзья! Меня зовут Марьяна. Добро пожаловать на мой канал! Салат Мимоза по праву считается для нас классикой. Без него так или иначе не обходится практически ни одно застолье, особенно новогоднее. Существует множество его вариаций. Например, на моем канале есть другой вариант этого салата с картофелем, морковью, сыром и тунцом в масле. Ссылку на рецепт я оставлю в описании к этому видео. Сегодня предлагаю именно классический рецепт салата Мимоза. Готовится из абсолютно простых продуктов. При этом получается невероятно нежным, сытным и, конечно же, очень вкусным. Если ваш семейный праздник невозможно представить без этого блюда, тогда смело приступайте к его приготовлению. Подготавливаем все ингредиенты для приготовления классического слоеного салата Мимоза. Первое, что нужно сделать, это положить сливочное масло в морозильную камеру примерно на 1 час. За это время оно заморозится и в таком состоянии будет проще его натереть на терке. Сваренные вкрутую яйца очищаем и разделяем на белки и желтки. Белки натираем на крупной терке. Желтки отдельно натираем на мелкой терке. Твердый сыр также натираем на мелкой терке. Из консервированной рыбы, у меня лосось в собственном соку, сливаем всю лишнюю жидкость. Перекладываем лосось в чистую посуду и слегка разминаем его при помощи вилки. Репчатый лук очищаем, мелко нарезаем и перекладываем в подходящую глубокую посуду. Заливаем лук кипятком, хорошенько перемешиваем и оставляем на 2-3 минуты. Ошпаривание лука кипятком смягчает его острый вкус, при этом текстура остается хрустящей. Сборка салата. Все продукты подготовлены, начинаем формировать салат. Для сборки салата я воспользуюсь разъемным кондитерским кольцом диаметром 18 см. Устанавливаем форму на подходящие блюда. Бортики внутренней стороны кольца прокладываем ацетатной пленкой. Таким образом будет намного проще снимать кольцо с салата. Первым слоем выкладываем натертые яичные белки. И ровным слоем распределяем по дну блюда. Покрываем очень тонким слоем майонеза по всей поверхности. Кстати, на моем канале есть рецепт вкусного домашнего майонеза, который готовится без сырых яиц. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Далее вторым слоем выкладываем измельченный консервированный лосось. И по вкусу приправляем черным перцем. Также по желанию можно посолить. С ошпаренного лука сливаем всю лишнюю жидкость. Выкладываем лук сверху на рыбу. Следующим третьим слоем. Аккуратно распределяем по всей поверхности салата. Сверху наносим тонкую сеточку из майонеза по всей поверхности салата. Следующим четвертым слоем выкладываем натертый твердый сыр. И также равномерно распределяем. Замороженное сливочное масло достаем из морозильной камеры и натираем ровным слоем на мелкой терке. Это будет пятый слой. Заключительным шестым слоем выкладываем мелко натертые яичные желтки. Аккуратно распределяем по всей поверхности салата. Украшение салата. Выкладываем натертые яичные белки в виде широкой ровной полоски вдоль всего периметра салата. Сверху на яичные белки наносим две тоненькие полоски из майонеза при помощи кондитерского мешка, также по всему кругу салата. Свежую зелень укропа промываем под проточной водой и хорошо обсушиваем бумажным полотенцем. Сверху на майонезные полоски по кругу салата крепим красивые веточки укропа. В небольшой посуде тщательно разминаем вилкой яичные желтки. Добавляем маленькую капельку майонеза и перемешиваем до однородности. Раскатываем яичные желтки в небольшие шарики разного диаметра, от 3 до 5 мм. Выкладываем шарики из яичных желтков сверху на зелень укропа. Таким образом создаем имитацию желтых цветков мимозы. Накрываем форму с салатом пищевой пленкой и убираем в холодильник для пропитки, примерно на 2-3 часа. Таким образом салат успеет хорошо охладиться и пропитаться. Перед подачей на стол достаем салат из холодильника, снимаем пищевую пленку и разъемную форму. Затем аккуратно удаляем ацетатную пленку. Подаем наше блюдо к праздничному столу и приводим в восторг своих гостей. Удивительно красивым и вкусным салатом. Всем спасибо за просмотр видео. Если вам нравится рецепт, поставьте лайк. А с вами, как всегда, была Марьяна. Желаю всем успехов, хорошего настроения и до скорой встречи на моем канале. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...